Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Наверное, многие из вас встречаются с таким объявлением в интернете, как карта временного повода на три года без привязки к работодателю. Много разных оферт, предложений за разные суммы денег, поэтому я решила записать сегодня это видео, чтобы немножко развеять миф, дабы предостеречь вас от ваших документов. Поэтому, если вам это интересно, то предлагаю вам посмотреть этот видеоролик. Если вы встречались с такими объявлениями, как вам надоело менять работодателя, ждать карту годами и получать ее на три года, то мы поможем вам открыть карту с доступом к рынку труда без привязки к работодателю. Давайте начнем сначала, с самого-самого начала. Вообще, кто имеет право получить карту временного повода с доступом к рынку труда без привязки к работодателю? Самое первое, это, конечно же, сталый повод и карта резидента Евросоюза. Все иностранцы, которые получают, имеют такую карту временного повода, либо же там сталого повода, карту резидента, то они имеют право работать у любого работодателя без привязки. Следующий нюанс, это если ваша карта временного повода от учебы сделана, либо же вы закончили полициональную школу, либо же высшее образование, и получили карту на основании работы, но без привязки к работодателю. Третья группа людей, это люди, которые получили карту временного повода на основании воссоединения семьи. То есть, ваш супруг либо супруга имеют сталый повод, либо граждане Евросоюза, либо же граждан Республики Польша, либо же иностранца, который пребывал на территории Польши более двух лет, и еще один год оставалась у него актуальна карта временного повода. Так вот, все те иностранцы, которых я перечислила, то есть имеют сталый повод, имеют карту резидента Евросоюза, имеют карту от учебы, либо же закончили высшее образование, либо же полициональную школу, а также иностранцы, которые получили карту по воссоединению с доступом к рынку труда, все эти люди имеют право работать у любого работодателя без привязки к работодателю. И еще одним нюансом последним, это если у вас карта на основании бизнеса, тогда, конечно же, она тоже без привязки к работодателю, а только на основании бизнеса. Все остальное не может быть, то есть вам не могут дать карту временного повода от вашей работы без привязки к работодателю. Каждый раз, когда вы получаете карту временного повода от работодателя, и решите в какой-то момент после выдачи самого пластика, после выдачи децидии поменять работу, то вам нужно заново полностью подавать пакет документов и я вам уже не раз говорила какой вид пакет документов что нужно писать какие заявления какие документы прикладывать вам интересно как поменять работодателя во время ожидания карты либо же после получения самой карты то вы можете почитать у меня посты как в инстаграме так и посмотреть предыдущих мои видеоролики по факту ничего не поменялось только дата устаревшего самого видеоролика но если вы хотите чтобы я еще раз записала в одном вам видеоролики как поменять работу во время ожидания карты либо же после момента выдачи децизии то тогда дайте мне знать в комментариях так вот если вы все-таки не имеете те карты которые я вам описала ранее то к сожалению каждая ваша следующая карта она привязывается к работодателю и для того чтобы его поменять и вы меняете весь пакет документов что же касается таких объявлений так вот есть такая возможность конечно по факту может быть я и не должна об этом говорить в интернете но я думаю что лучше я вам расскажу потому что в принципе у меня блока польши поэтому я имею право такое рассказывать есть такая возможность просто трудоустраиваться эффективно на работы да то есть договариваться с работодателем вы ему будете платить за налог и страховку и получается якобы будете у него работать но не выходя на работу вы получите карту с доступом рынка труда но опять же я не знаю для чего это многие нужно возможно для того чтобы оформить пособие на там 500 плюс например либо же там 300 злотых либо еще какие-то других там послеродовых выплат возможно многие хотят просто на этом основании открыть например деятельность какую-то но это когда вы открываете деятельность в принципе деятельность можете открыть даже если вы приехали по биометрии либо же по полгодовой визе смысл делания фиктивных таких документов я вообще не вижу поэтому если не хотите тратить дополнительные деньги если же вас там жизнь не принуждает то всегда можно выйти найти какой-то способ сделать это все легально взять например если у вас нет возможности найти работу да и либо же работодателя поступить в ту же политальную школу это возможно хоть платно хоть бесплатно и податься на карту временного повода от полицальной школы видео по поводу полициальную школа я вам уже записывала поэтому если вам интересно то посмотрите а не знаю что ещё можно открыть бизнес как я вам сказала да либо же податься подemics обстоятельства многих тоже сразу начинается в голове быть кажется что если карта по другим обстоятельствам без доступа к рынку труда то это означает, что иностранец не имеет права работать. Конечно же, иностранец имеет право работать, только для того, чтобы вам работать легально, вы просто должны получить разрешение на работу у того работодателя, у которого вы будете работать. Это освещение, либо же зазволение. Не обязательно сразу же менять эту карту. Вы имеете право находиться на карте без доступа к рынку труда на территории Польши, и не сразу, не нужно вам бежать уже бегом-бегом-бегом, подаваться на карту от работодателя. Если же уже будет приходить конец срока, то вы имеете право податься на карту от работодателя, либо же, если вы закончили учебное заведение, тогда просто прикрепить документы от работы, но и доложить еще диплом свой, чтобы карта была с доступом к рынку труда, но без привязки. Поэтому, когда вы мне задаете, как открыть карту без привязки к работодателю, я такого понятия не понимаю. Легальных способов, я вам сказала, какие существуют. Нелегальные, конечно же, вы сами должны понимать, что миллион способов и ответственность уже будете нести вы именно, и та фирма, которая этим занимается. Поэтому я надеюсь, что больше вопросов возникать, как открыть карту временного повода без привязки к работодателю, не будет таких. И да, я знаю, что в том году, в конце этого года, была шума виха, что должны сделать закон о том, что будет карта без привязки к работодателям, о том, что можно будет менять постоянно карты, не привязываться к работе, о том, что можно на освещение будет работать у всех работодателей, чуть ли нет, к сожалению, и нет. Такой закон отставили на последнюю полку, и по крайней мере его подписывать никто не будет. Поэтому помните, что если вы работаете на нескольких работах, то на каждого работодателя вы должны взять разрешение на работу, подписать договор, взять страховку и так далее. Если же вы работаете у своего работодателя, получаете децизию по карте временного повода, и хотите поменять работу, то вам нужно донести заново весь пакет документов. Если же у вас еще на руках нет децизии, и вы меняете работодателя во время рассмотрения вашей карты, то самое главное просто взять актуальные документы, то есть разрешение, договор, страховку, замыточки номер один, и написать сопроводительное письмо о том, что вы уволились с первой работы, и хотите приступить у второго работодателя, поэтому просьба рассматривать мои документы от второго работодателя, которых я прикрепляю, и, например, 1, 2, 3, 4, 5, перечислить список документов, которые вы даете. И здесь не будет никаких сроков, там, 15 дней, либо же 30 дней, чтобы уведомить, что вы поменяли работу. Если же вы имеете уже децизию на руках, тогда у вас есть эти сроки, то есть вы в течение 15 календарных дней должны принести заявление о том, что вы меняете работу, точнее уволились с первой работы, и в течение 30 дней, да, с момента увольнения вы должны будете донести новый пакет документов. Что касается сразу же первого вопроса вашего, что касается эпидемии, продлен ли этот срок, нет, к сожалению, он не продлен, но вы всегда можете написать еще сопроводительное письмо, что в связи с эпидемией вам тяжело найти работу, и вы просите о продлении ваших обязанностей донести новые документы. Но по факту я вам всегда советую, чтобы отправить хотя бы новый внесок, копию паспорта, ПСЛ, оплату, да, и потом уже, когда они возьмут ваши документы, сделают вам вызвание, либо же вы уже найдете быстрее, чем вам дадут вызвание на заполнение всех документов, то вы просто донесете актуальные документы от нового работодателя, и будете дальше доносить и ждать свою карту. Поэтому вообще процесс выдачи карты, процесс получения самого пластика зависит всегда от вас, 50% это именно ваши силы, то есть не нужно ждать чего-то, какого-то вызова с ужинта, желательно всегда думать головой наперед, на один шаг вперед, и делать и работать в этой сфере намного быстрее, доносить все документы быстрее, нежели вам говорят, записываться быстрее, и тогда вы сможете ускорять эти процессы. Теперь я надеюсь, вы понимаете, что означает карта с доступом к рынку труда без привязки к работодателю, и вообще, какие виды существуют, поэтому думаю, что видео для вас было информативное. Если вы хотите еще какое-то видео по поводу работы, либо же разрешения на работу, то дайте мне знать в комментариях, и я обязательно сниму для вас еще что-то подробное, объясню ситуации какие-то, чтобы вам стало еще намного понятнее. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, не забывайте подписаться на мой инстаграм, а также на мой ютуб канал, а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!